МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно была опубликована книга президента Западной Армении Арменака Абрамяна «Армянский вопрос перед мирной конференцией». Президент Абрамян коснулся этого важного события в ходе беседы с государственным телевидением Западной Армении. В своей речи он подчеркнул важность книги, подробно описал события, описанные в книге. Президент также представил, почему книга вышла именно на французском и к кому он обращается таким образом. С полной версией интервью можно ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Премьер-министр Армении Якул Пашинян 15 февраля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Армении Стефано Лазаротто. Премьер-министр отметил, что Армения придает большое значение политическим, экономическим и гуманитарным связям со Швейцарией и выразил надежду, что посол внесет вклад в развитие двусторонних отношений между двумя странами. Посол подчеркнул, что готов приложить максимум усилий для укрепления и расширения армяно-швейцарских дружественных отношений. Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой армяно-швейцарского сотрудничества. Стороны также коснулись возможностей сотрудничества в различных областях, отметив наиболее перспективные сферы, в частности сельское хозяйство, туризм, охрана природы. Достигнута договоренность установить контакты между государственными органами обеих стран. Министр обороны Республики Арцах, главнокомандующий армии обороны генерал-майор Карен Абрамян 15 февраля принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Как сообщили с Министерства обороны Республики Арцах, в ходе встречи, в которой также приняли участие секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян и директор службы национальной безопасности Арцаха Самвел Шахраманян, стороны коснулись ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также широкого круга вопросов безопасности. Сирийское правительство продолжает амнистировать своих граждан. Около 54 тысяч военнообязанных, избегающих службы, включая тех, кто стал беженцами, не должны привлекаться к ответственности перед законом. Федеральное агентство новостей также сообщает, что около 500 семей вчера получили гуманитарную помощь от российских вооруженных сил в Хаме. В районе Пальмира при поддержке российских войск были также совершены поиски обезвреживания, укрытия террористов и накопленного оружия. Стены армянской церкви, расположенные в Зеликийском районе Бакрикейского района, были расписаны. Камера Ermenihaber.am зафиксировала граффити на стенах церкви. Примечательно, что подпись OHB стоит на стенах церкви. Это одна из самых активных групп, делающих граффити в Стамбуле. Вандализм и неуважительное отношение к святости христиане новый в Турции. Много лет назад стены этой церкви были осквернены. Несмотря на то, что эти записи были покрыты синей краской в 2018 году, сегодня стены по-прежнему полны записей с разнообразным и непонятным содержанием. Кроме того, в апреле прошлого года армянская церковь Святой Король, расположенная в Константинопольском районе Кадыкёй, была объектом нападения ценаалистов. Неизвестный человек выбросил мусор у входа в церковь и написал на стене здания «Эрзрум» — это наша родина. Напомним, что церковь была построена Ованесом Татьяном. Он является основателем церкви, умер в 1869 году. Ованес Татьяна основал Байказовскую бумажную фабрику, текстильную фабрику Эбу Текстиль, текстильную фабрику Хереки, фабрику Зайтинбурну и текстильную фабрику Измит. Государственный камерный хор Армении Еревана выступит с большими концертами, посвященными 150-летию Кумитаса. Директор Национального центра камерной музыки Нора Эрд Назарян на пресс-конференции «Армен Пресс» отметил, что запуск общих мероприятий состоится 20 февраля. «У нас есть интересная и важная инициатива. В рамках 150-летия Кумитаса Национальный центр камерной музыки проводит концерт. Государственный камерный хор Армении даст концерт 20 числа в 19.00 в Зале камерной музыки имени Кумитаса. Поэтому начнутся общие мероприятия», – отметил Нора Эрд Назарян. «Концерт будет нести название Кумитас-150». Художественный руководитель и главный дирижер государственного камерного хора Армении Роберт Малкеян отметил, что хор представит Кумитаса в трех основных жанрах – хоровом, инструментальном и сольном. Ереванский государственный камерный хор под руководством художественного руководителя и главного дирижера Арутюна Топекяна выступит с несколькими концертами. 150-летие со дня рождения Кумитаса включено в празднование ЮНЕСКО «Великих людей» и важных событий 2018-2019 годов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение «Хасмик Папян». «Хасмик Папян» «Хасмик Папян» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром! Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Хасмик Папян» «Хасмик Папян» «Хасмик Папян» «Хасмик Папян» «Хасмик Папян»